Кроме как раз, почти религиозный пункт. Полит в космос, это скорее религиозный пункт. Что ж? Что ж? Что ж? Ну, еще не успел посмотреть. В космос, это скорее непро-божественное. Более того, даже психология часто про божественное, научная психология. Потому что когда психологи объясняют примерно, как там, делают выбор, как наши нейроны там не поддействуют, ну, были радио с этого, это причем проходит болезнь. Но, ну, понимаем, что у нас в голове творится. Желудок, это, например, одно изначение. И вот капры, не техники, биологи, не знаю кто, пробирки, проводят какие-то сложные реакции. И в финале этого, ну, получают ответы на, в общем, складные вопросы. Ну, в финале, это самое главное. Часто эта цепочка очень глина. И часто журналисты вращают эту цепочку. Ну, например, если вы войдете в Янтекс.Новости, в облике «Наука», вы на этот каждый день будете узнавать, что на этот лекарь по врагу. Вы попробуйте привести эксперимент. Или, например, что черника спасает от слепоты, глухоты. И я специально как-то проверил, вот здесь идет кофе. Вот за неделю все новости собрал. В общем, значит, не обещая инфаркт, увеличение продолжительности жизни, импотенцию и улучшение зрения. Там длинный набор всего. Ну, в общем, я отрицаю на своему укору, что будет ли обжидеть в кофе. Вот, что со мной случится. Ну, это все очень большое упрощение. Что такое лекарство мероправка? Это значит, что какой-то лабораторий привели какую-то реакцию, которая будет способствовать выработке белка, который в ряде случаев будет запускать белка из другого белка, который в некоторых других случаях может тормозить рост каких-то конкретных видов обработки. Там в раз, два, три, четыре, пять. Но если мы, скажем, только в начало, с движущими словами, техническими формулами, терминами и прочим, мы испугаем этого употребителя, испугаем гуманитария, и они ничего не поймут про то, о чем говорили. Только по этому часто некоторые научные новости вообще опускают технологию и сразу переходят к качественной пользе. Мы разрабатываем новый материал, который будет прочнее железа, легче адвиминя, прозраченные стекла и красивые кераминки. Вот. Ну, что на самом деле обывателям, может быть, имена дознательцы. Так, это подработки, которые нахуй все не имеют. Маленькие какие-нибудь элитареты. И, может, наконец, треветия максимум в реализации науки, которые на данный момент у нас в стране самая дефицитная. И дальше мы уже переходим совсем в журналистике. А здесь много ли здесь журналистиков? Это зеркало, как некое сообщение, неважно какое, видео, аудио, текстовое или какое-то еще, позволяющее читателю, зрителям, слушателям сравнить себя с героем публикации. На самом деле, на мой взгляд, большая часть видеоконтента потребляется не для того, чтобы получить практическую пользу, а либо для того, чтобы достроить свой партинный мир, или выпрепить свой партинный мир. Я с утра проснулся, почитал «Липузо» и понял, что «Липузо плохой». Или, наверное, проснулся, почитал «Липузо» и «Липузо плохой». Или, наверное, проснулся, почитал «Липузо» и «Липузо плохой». Мы отходили на герой «Липузо». А лишь я почитал «Полезонные звезды», и влюбился в этой области. А зеркало – утропункция, позволяющая герою сравнивать себя с героем. И для чего он в нынешнем сериала? Да, конечно, мы хотим посчитать метр в этом бандажные бои, где происходит крушение космического корабля. Нам там же нравится, конечно. Но гораздо популярнее сериала, где нет продажных боев, где нет космических кораблей, а какие-то люди в какой-то основе что-то делают. Кто «Доктор Хаус»? Вот есть коммунда, есть такой вот странненький «Доктор Хаус», есть не менее странненькие его коммунды, и мы сейчас я узнаем там. Какие вот такие сериалы? Что на большом взрыве? Острые козырьки. Ну да, там, конечно, много социального и чистотехнического. Очень красивый сериал. Но, опять-таки, это про людей. Производные отношения в семье. Производные отношения людей национальности. Производные отношения людей с политическими взглядами. И через этот сериал мы сравниваем себя с собой. Ну, как и через книги. Как и через, по-моему, в любом году. Медиа проводится. Мы вытаскиваем какого-то героя, вытаскиваем и смотрим, а я вот такой или я не такой. Наверное, мы начинаем их копировать. Я помню, что хотел в Оперхаусе, помните, там был эпизод, где он всех увольняет. Но все время, типа, а там совсем... Я так, как правильный церк, потому что пришел на работу, чуть ли не уволил двух сотрудников. Я так называю себя с таким образом соперницей. В нашей журналистике научной и реализации науки функция зеркала наиболее атриотирована. Вот так сложилось, что у нас уже научились популярно рассказывать про то, что ученых, как людей, рассказывать не днем к ней. И у нас, наверное, научная фурналистика действительно уже более-менее радована. Но абсолютно причина вечная. Мы понимаем, что ученые, которые приходят в лабораторию и открывают. У него нет эмоций, нет биографии, нет трагедии, нет чувств, нет страха, нет полноценности. Он пришел вообще психики, пришел биографии, и он приходит и завершает великие ответы. Если вы вспомните очень популярный контент, вы найдете таких вот почти ровно. Между тем ученые тоже люди, люди довольно яркие, насыщенные биографиями. Эта биография не будет формально насыщенная, то есть путешествия, сейчас слайд, синтарктизия. Это самая в Екатеринбургской геохимике активнейший пентеорит. Это такое экстремальное приключение со всеми атрибутами, с трудностями бытия, с пентеоритском. Есть другой пример, он сейчас советует читать эту книжку, называется «Песня драконов». Это биография. Он выходит из России, работает в Детском штате, собирает материал для диссертации по поведению прокодилок, облезет почти весь мир. И книжка абсолютно приключенческая. В Колумбии его вызвали на дуэль. В Китае он попал при стрелке бандитов. Как будто летучий муж он искал, и для этого два месяца жил в такистанском селе, где живут убегатолевые бойцов-талибан. И там он пользуется большой популярностью, потому что в первую очередь в истории этого села они были две человека, которые отлились. И они не проявили агрессию, настолько удивительной, что дальше просто не уходили из прошлого штата, не веришь в Бога. Вот. Ну, это получается. Человек с третьей рукой, двумя головами на них ходило. То есть не занесать его, а скорее посмотреть. И это полное приключение истории. С риском, с каким-то детективом, с любовным приключением. На каждой подъемке своя барышня, на которой все сложно было. Сейчас все это отрицает. Это какая-то увлеченческая биография. Понятно, что сейчас в России жизнь спокойная, и биография ученых сейчас выглядит линейно. Родился, вступил в дальневосточную федеральную профессию, стал магистром, стал эспирантом, пошел работать в лабораторию, стал кандидатом, потом стал доктором, потом стал профессором или наоборот, потом стал шапкафедрой, потом подним своих из Херша до небес, и мы. Быть же не назовернешься. Понятно, что спокойно будет, на самом деле, это может быть хорошо, что мы живем спокойное время и можем такие биографии себе позволить. Потому что, допустим, сто лет назад биографии были другие, мой любимый герой. Если вы знаете, здесь в Москве, в МГУ, технологический институт имени Штернгенка, конечно. Я надеюсь, что я это привязываю. Штернгенк был действительно иностранным. Но попутно он был большевиков, не создал цепь. И там, если вы догадались, что нужно так. Он разработал какую-то концепцию наблюдения двадцатых звезд. К родственному готовку аруши для восстания в Москве в пятнадцатом году. Поехал он на конференцию по древней астрономии такой. Переносал аруши, где остатки аромиша, попадал в кандидатинские обсерватории. А открыл в Москве в шестнадцатом году в съезд экономического общества. Городянин был под самым. Обстрел Кремля из артиллерии во время восстания, не помню какого человека в Москве в восстании, ну, Оксяковского. Написал работу в таких-то звездах. Руководил наступлением на Комск во время переправы. Протудился его. Ну, понятно, насыщенная биография. Но, кроме биографии, формальной, полной событий, эволюционных приключений, чем угодно, есть биография в Москве. Есть биография в Москве. Таких примеров, на самом деле, довольно много. Я приведу парочку. Вот, например, сейчас закончил уже работу, успешно в своих первых сделку. Сделал крупнейший радиотелескоп. Радиоастрон российский. Ну, который был в связке с земными консерами. Встреченном суперсокоразрешении на предназначение космоса. Просто, ну, уникальная штука. Ему начали делать убежиное. И до запуска процесс продолжался, по-моему, 35 или 32 года. И вы представляете, вы делаете суперпроект. А он летит. Год проходит, он летит. Два проходит, он летит. Детель проходит, он летит. Умирают научный руководитель. Переходят, берутся на другую. Вы делаете этот проект, а он сегодня летит. Ну, как верно. Очень много данных передалов. И, например, для недавнего права интервью очень замечательного ученого, Вайдюрия Венесяна, который 118 элементов, Вайдюрия Венесон. Это уже второй высокий случай, когда в честь живого и действующего ученого назвали химические элементы. Потому что Эйнштейн, Эйнген, привели все путешественные случаи. На самом деле, даже первый случай, потому что до этого был Сиборг. А Сиборг в момент, когда назвали в честь него элементы, уже пошел отдел и был скорее преподавателем, личной фигурой. А он не все реальные ученые, проектируют установки, проводят эксперименты. И, конечно, меня очень мало покажут, пробиться Медилеева. Это как-то, я не знаю, как и осталось. У нас святых, по-моему, больше, чем пробиться Медилеев или нет. И вдруг через вас называют Хелик. Ну, как по-моему, да никак. Ну, совсем никак. Я, да, я вхожу, минус, целое, минус, обицы нецелировали. Ну, как, ну. Ну, называют Хелик. Реакции называют через кого-то. Животных называют через кого-то. Ну, гораздо меньше. А сколько вообще-то разных ученых назвали право на дверейших гостей. Там тысячи и тысячи человек. Ну, не даже. В ДВФ он найдется человек, который назвал какую-нибудь, я думаю, не один человек. В общем, где-то было найти его эмоции. Точно так же, было очень интересно понять его эмоцию, когда вот все интервью, в течение двух часов, он повторялся и на это же слово. Получится или не получится? Вообще-то не должно получиться. Но может и получиться. И вот такая вот игра, я не знаю, прошло костя иногда с природой, с наукой, с материей. Вот, я на него не смогу жить и работать, и возвращаться к детку. В ситуации, когда больше 50% это не получится. Ну, будет ли раз, это контракт не должно получаться. У нас десятилетия в лаборатории работают и не получают нового элемента. И я не делаю великое научное дело. Они, как девчат, понимая, это охренал. И делаем по другому, у нас тоже не получится, наверное. На учебе сделаем, опять не получится. И вот это ощущение, оно для меня очень такое. Я подосмодрился, а вот как я. И я попробовал поговорить о его психологии, чуть-таки не так. Про него сел в лабинете, портрет другого физика, который как раз совсем не получился, не создал нового элемента, хотя был 30. ну, который забрался на веревь. Я говорю, ну, наверное, что ваша работа похожа на альбинизм в том смысле? Нет. Совсем не похожа. Альбинизм, характер, чтобы достигнуть вершину, он видит эту вершину. Альбинизм, я пошел туда, куда пошли, посмотрел мне никуда того, что ее делать. Пошел еще раз. У меня нет вершины, когда я вижу, я не могу этого горизонта вот там, я его ищу туда, сюда, туда, сюда. Ну, наверное, как журналисты, вы так же живете. Вы же не понимаете, как раз по вершинам верить добраться. Вы по одному пути пошли, по другому пути пошли. И для меня тоже был человеческий очень важный опыт. И нам, конечно, в лабинизации науки не хватает человеческого фактора, не хватает тех, как о людях, таких, которые бы относились к категории зеркала и позволяли зрительным читателям сравнить героя с самим собой. Я уже выхожу к концу, куда дальше у нас будет вопрос-ответ, и так далее. А, вот тут мы теоретика не нашли. Это нет. Душа-душа. А, и, собственно, мы перешли к вопросу. Но, прежде чем пойдем к вопросу, минута маленькой рекламы. Нет, я до него не знал, предложение о том, что вы не подумайте. Это проект, как раз, относящийся к категории «Бог». Точнее, картина мира. Вот сейчас я участвую в проекте «Все наука», которое делает «Все наука» и может быть вдохновляться на человека, который имел Георгий Васильев, Филипсик, Инна Антонста Васильев и так далее. Он решил заняться популяризацией наукой и задумывался вот таким вопросом. А, собственно, какой минимальный набор знаний нужен человеку, чтобы увидеть относительно цельное представление о мире. И вот, собственно, я вам пожелаю, чтобы держать, скажем, можно прямо сейчас зайти на эту цель и поучаствовать в программе внимательного объема. Ну, а в целом, он готов, да? Так. 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 Ну, ну, ну. Так. Так. Пожалуйста. Значит, смотрите, вот то, что голубенькое это это буквально 10-15 минут, это напоминает такую игру с великой картиной мира. То есть надо, почему-то это заголовник «Деньги» или «Жизнь», «Счастье» или «Логика», «Середленная» или «Мост». Какие темы… А, вам я отдали, да? А, спасибо. Все. Какие темы из такого уже относительно просеянного набора знаний важнее для тренирования картины мира. Я очень люблю реаличные концы, там, четыре системы, если что-то выбрали, а дальше он показывает, как голосовали другие, он снова выбирает, он еще больше показывает, как голосовали другие. Я не знаю, кто ли делал, но каждый день делал вставки, там, по-моему, в числе видов счастья, сознания и гены. Ну, были, когда я обещал, сейчас не знаю, можно поверить. Вот. А вторая сторона, фиометрная, это еще один наш проект, который, на самом деле, тут же вправе в «Желудоке зеркало», это комикитетия. Но согласитесь, что это не вы, ваши студенты, как только, непонятно, какое слово, какое-то, что делал. ну, либо углы, то, мы сказали, что это уже оскорение углы, кто набирает википедию. Но википедия стала больше и лучше, и в месяц с эссенцией стало немножко хуже, что там стало много профессионалов, которые доводят определение до профессиональной идеальности. Но не доводят до понятности. Вот мой любимый пример, вы можете сейчас проверить с телефона, определение слова «окскоцин». из ф bru сперва» — когда мы разбирарды&с united Derок 넣аем средство. А где даст? А в positives? Я буду даже показать. Главное, Watching, это только, а не могу понять. Да. Что не через него? Помigos? Ага, это не цο 직 anal— а сегодня в программе stations «EP- applies» meme Stopaje. Слово гестацин мы встречаем в популярных текстах, мы его используем даже в обыденной речи. Но если мы захотим узнать, что это такое, мы услышим, что это не эллигиптидный гормон парадентибулярного ядрана гипоталамуса, который транспортируется в заднюю зону гипофиза, где накапливается, в общем, гипонируется, выделяется кровь. Не эллигиптическое строение. Вы что-ли не поняли про ситуацию? Да, эллигиптическое строение – это вообще не понятно. Мы поставили себе задачу, и вы можете в нем участвовать, на написание, введение преамбу, врезок, позволяющий выбрать самое главное. Это, на самом деле, задача, скорее, классовско-филологическая, нежели научная. Как описать некий терм на обыденном языке? Вот за станцию я не готова подключать, но мы за школу знаем, например, что такое метафонтрия. Нет, это не юзинское строение. Это гранелла клетки, которая нам в школе говорит, что это энергетическая станция клетки. И мы, любому человеку, младшему школьнику, историку, философу, их как всегда, примерно понятно, про что это. На самом деле, это не энергетическая станция клетки. Это очень глубокое упрощение, потому что, ну, правильно сказать, длинный-длинный набросок. Кроме этого, она не только эту функцию выполняет. Своя ДНК есть, но и чего еще есть. Но, чтобы быстро и просто сказать, мы учителяем главную функцию, переводим ее в метафонт. Ну и вроде бы стало понятно. Дальше уже можно углубиться и понять, что такое метафонтрия цидационное для... Я не помню, что у нас еще есть. На самом деле, на самом деле, где-то есть немножко внизу гормон доверия. То есть, тут же человеческий пункт 5.5. Но на первом месте его реактивное строение. Ну вот, соответственно, если у вас есть желание у ваших студентов, друзей проверить, то вы можете в этом конкурсе на переводы регистриции с научно-напонентной получать. Вот, теперь у меня все. Теперь вопрос. Да, вопрос. Григорий, да. Существует еще вопрос. Вы говорите все время о практической обыкновенной задачи. И у меня согласились, что вы проводите политическую обыкновенность, чтобы показать, что наука практическую политику? Нет. 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 Но, смотрите, наоборот, я много раз почетировал, что помимо функций желудок, практических производств, наука имеет как минимум две вещи. Да. А, извините, пожалуйста, извините. Мне как раз кажется, что человек, занимающийся наукой, его сознанием не нужно не селить идею, что вообще-то наука в своих основах совершенно бесполезна. Ну, да, и не надо этого рассказывать. То есть я провел пример ребенка из звезды, которая абсолютно бесполезна. Это идеал бесполезности. Мы там ничего не можем. А вы в основном занимаетесь струализацией какой-то? Фундаментальной и естественной? Разный и больший акцент. Мы тогда делаем навес, навесной технологии. То есть нам не нужно прийти, или не лично прийти, вот традиционная история, российские ученые отработали новую технологию, которые будут открыты, будут более конкурентоспособны. Вот это скучно. Нам интересно, как устроен мир. И, собственно, эта история тоже абсолютно бесполезна. Деньги или жизнь по деньгами принимаются не то, что в кармане, а скорее научное принимание денег. К счастью и логику тоже довольно бесполезно, не говоря, что вселенная. Это не прикладное знание. Это знание, скорее, хотите религиозное. Что такое счастье на уровне? Гормоны, какое счастье на уровне больших сообществ? Что такое счастье на личном уровне? Это не проток, а стать счастливым до 18 часов. Вы говорите, там много этих ниже. 34 способы стать счастливым без помощи психиатрии. Но это неприкладная наука. И лично мне интересно, неприкладная наука. Более того, пуляризация науки относится к верному очищу к жанру. Относится к неприкладной науке. Потому что если у себя в лаборатории делаю, условно говоря, супертранзисто для супертелефона, я могу это ко мне рассказывать. Кроме корпорации Samsung или Huawei. Я там рассказываю кому-то человеку, он купит у меня технологию, и у них придет телефон. Я получил миллион чего-то от публика. Люди получат себе то, что я могу не рассказывать. А если я занимаюсь нейтронной звездой, или как элемент знаков, ритуалами, первого человека, я обязан про это рассказывать. Потому что я не могу нейтронную звезду, ни первого человека притащить в магазин. И я только раз могу сказать, что самая идея – это как раз, или чего рассказывать про неприкладную науку. Да, пожалуйста. Вы говорили о проектах, которые могут полететь по 2 или 10 лет. Почему все-таки не получается, и как раз это было в Кирганде? Ну, в Кирганде, это просто была политика. То есть это был проект прежненского периода, где уже выназали космические программы, потом была перестройка, было не до того, потом был наступен в Ельцин, было не до того, потом пришел Путин, тоже был не совсем до того, но в какой-то момент он дошли. Это не только у нас, это во всем мире дорогие проекты. Это, ну, про это основное бюджет не помню, а вот, допустим, ускоритель в Дубне – это примерно 30 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, которую каждый из нас реально ощущает. А в лаборатории ДПУ, наверное, среди размассанной гражданинной оси не ощутимы. А 30 миллиардов на крае Берлинка или, там, 20 миллиардов, ну, скорее всего, на Васильевске мы уже ощущаем. Вот это долго, это дорого, это сложно, меняются люди, меняются, они устаревают, позже был конкретный технику, обычный модуль, и, как им говорят, идти слишком долгое тело, он уже устарел. Это, ну, это, на самом деле, опять-таки, если мы говорим, не про, там, политическое и религиозное, а про религиозное, это не про человеческие. Это история, в котором храмы строились столетиями, и архитекторы уже умерли, дети архитекторы умерли, а храмы строились, и возникает перед храмом. Я вам сейчас, лучше, наверное, вы знаете, примеры, но все. Т.е. 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 Ну, а как же перестали писать, что их нашли столько, что у нас... Нет, теперь они периодически пишут, что ушли на следы, на следы воды, на следе. Когда мы делаем капитал физических новых лет, и она абсолютно не прикрута. Просто потому, что человечество никак не может ее посетить. Нет, это вообще не большая пробития. Если мы обижим в Бошкарсе, мы понимаем, что мы никогда с ним не столкнемся. То есть технологически в ближайшие тысячи лети даже примерно непонятно, как приместить тело человека на паузу дороги, тем более на столе, на тысячу или на миллион. Что тело, когда бы даже были позиционные забеговы? Ну, очень там есть проект, но тоже минимальная вероятность. Были вполне возможно, начиная через пять-десять лет, но там очень точное подтверждение, что там есть какие-то с дружки, разум, сидят за церкви философии, и тоже думают, есть ли на Земле какая-то жизнь вроде не похожа. Противо всем данным Земле жизнь не должно, не вдруг. Ну вот, зачем мне еще вот это понятно? Это тоже такой вот построительный мир, да, как человек устроил, и ему почему-то важно узнать, есть ли жизнь в космосе или нет. Почему мы понимаем, что никто предполагает пользу, но это отширение в космосе не получит. Ну, я специально разделяю, да, конечно, если у меня вообще человек без пользы ничего не делает. Без вывода для себя человек даже должен управлять. Но это всегда разная польза, вот это может быть психологическая польза, а есть... То есть, когда в виде взяты на свободу и пользу, вы исключили на конечном материале, да? Да, да, да. Он, грубо говоря, может сажать, надеть, использовать для увеличения расплаты, в этой способности, там, что будет за семьи, да? Да, это может быть... У нас, в обычном материале вкладская часть, она все равно, получается, участие между новыми и руководами, которые мы полностью откроем. То есть, только он может... Я не совсем не верю на это вкладу, в для этой плотности, и там, вот, ну, неважно. Потому что, так или иначе, эта вкладная часть служит лишь политичный, что это предвещение, так, иначе, с тобой в idleю. Поэтому, получается, вторая часть фонда, которую вы говорите, она не в их планах, она может вспомнить, что они ищут в другую форму. В другую форму, безусловно. Это совершенно другая. Да? Что? Ну, грубо говоря, зачем нужно стать нейтролемой звезды, чтобы прийти хорошие примеры, а это, по крайней мере, это стучит что-то. Ну, надо знать просто, чтобы иметь картинку мира. Да, конечно. Ждать нейтролемой звезды, наверное, помогает паре посугоднять девушек, например. Что вам привести к примеру, а потом вы хотите к примеру? Да, да. Очень честно. Эти к примеру больше другого порядка. И совершенно разные задачи становятся перегуляризаторами. Если вы получаете новый металл, вы можете прийти в мир остальных. Вы угодите корпорацию, сделая, там, я не знаю, картинки, телефоны и что-то еще. Если вы смотрите на нейтронную звезду, я считаю, что долг ученого, пространство в широких народных массах, что он от этой звезде увидел. А это же зачем? Почему? А, потому что иначе зачем мы это делаем? Нет. Связано ли его желание что-то сделать с обязанностью и желание рассказать? Это сложная, дискуссионная тема. Опять же, для ученых вы делаете свои результаты. Нет. Кривируется мне ответ. Он должен, конечно, чувствоваться присущему научному миру. Это же у меня нет. Вопрос спорный. Вот, допустим, вы делаете коллайдер стоимость 30 миллиардов. Это на человека довольно большая нагрузка на вас, на меня всех сидящих. По-хорошему, вы должны мне сказать. Мы делаем этот коллайдер, чтобы что? Вот, когда вы делали большую нагрузку коллайда, была эта мулька, чтица Бога, басон Хиггса, конечно, не такая чтица Бога. И, конечно, басон Хиггса – это одна из тысяч, что даже повышает большая нагрузка коллайда. Но там люди потратили время и силы, чтобы рассказать обществу, для чего они будут вернуться. Хорошо. Получается, когда мы объясним после чего-нибудь развернились, мы говорим, что здесь давление на общество, или если мы что-то берем для того, чтобы это открыто, мы имеем обязанность перед этим обществом соответствовать. Ну, как бы тырщики, да, ну, что там, наверное, как бы тырщики. Если, допустим, мы не оказались, ничего не взяли с общества для нашего открытия, я сам поработал, делал телескопы, увидел какие-то там, например, практики, я, да, у меня есть какая-то еще причина. Что-то, я думаю, они это только обязаны, и потенции вообще необходимости удивиться. Ну, Маленький, спросите, который сейчас был сказан, это не как-то, оно не очень категорично. Потому что я не считаю, на самом деле, я считаю, это хорошо бы рассказывать. И есть другая позиция, вот у меня в таком эфире очень хорошо игралась на учебе. Вот, когда меня спрашивают, «Какую смену ваших работа?» Я говорю, «Слушайте, у вас проблем селефон есть?» «Никриволок удобный есть?» «Отопление есть?» «То прожитки есть?» «То прожитки есть?» «То прожитки сделаны?» «Отстаньте от вас!» «Что хотел, то и дело!» «Никриволок?» 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 «Никриволок» 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 «Риме integration. Какие друзья!» «Желunya сейчас что-то Stone'd» «Отart Mariotaadashi». «Инд年 — от Петрова, Я хочу, чтобы это принесли, чтобы не было в этом случае. Человеческое навыка побуждает вовремя. Для того, чтобы эта боевинность, качество, ну, нужно еще и биологического. Чтобы было демокративский вариант, чтобы сон не коррективов, на его на этом рынке, я же так себе представляю. Но чтобы в них это не критировало, нужно, чтобы понимали, с чем это. Просто, если, к примеру, недавно, как я сказал, мы даже говорили, что закрытие вот этой вот, тем, кто нам покручил на теоретическое лингвистики, где Залезняк, по-моему, еще тогда был, по-моему, в Санкт-Петербурге, конечно. Ну, и вот, как мы говорили, что это ни с конец, ни с конец, ни с как бы наука, теоретическая лингвистика, это не как бы, ну, никак не будет, то есть. Ну, и они закрыли бы, то есть она исчезла, как все направление. То есть, ну, они считали, что что-то они дают всей лингвистики, то есть, что в самом итоге были, как я говорю, то есть они не готовы, и не смогли это вам организировать и рассказывать. То есть, если вы закончите теоретически, то есть все решение, то есть направление физическим препаратов и образования человеческих, которая могла образоваться, ну, прекратить, ну, это поехали. Вот, на этом есть два ответа. Первая – ответ в ближайшем лунте живутка. Зачем узнать теоретическая лингвистика и лично похоже на звезднях? В Татьяновске у нас был Яндекс, который вообще базируется на теоретической лингвистике, и лингвистика играет в нем куда больше, чем визематика. Что был у нас Яндекс, Алиса, Перинг-Гугл и все остальное. Есть другой ответ, такой более флософский. Ну, всегда было. Всегда были какие-то бесполезные линти, которые делают что-то очень мило, что-то не нужно. Наверное, так важно. Можно даже не заморачиваться возле «починного». Вы знаете, в чем делаем? Вот, я и журналисты. Мне все очень. Вот так кажется, что люди, которые уже едят, только люди и журналисты, не должны отвечать на вопрос, зачем нам науку предлагать реверти и фон. Яндекс это вообще. Честно говоря, вообще науку не знаю зачем. Зачем? Потому что идея искусствует. Обязательно. Бескористные идеи. Не надо спрашивать зачем. Ну, так и делаем. Зачем это? Человек хочет спросить. Зачем мне это знать? И ответ может лежать не в области телефона, а в чему-то желудочного. Он может лежать потому, что мы там узнаем, как устроен мир. Да. И это достаточно. Да. То есть мы можем усилить в массовом сознании вот эту идею, что вообще стремление знаний, занятия профессиональной наукой это практически достойно от перегружения своего общества. Это не стоит вытирание штанов за истинную структуру. Без услугу. Ну, на самом деле, можно сказать, кроме какого-то религиозного ответа, это нужно, потому что, ну, что вы знаете, есть потребительский ответ. Вот мой любимый кейс, я использую вам понятие его механики, это динозавры. Не как животное, а как социальное конструктор. Миллионы детей, фанатея, это динозавры. Ну, наверное, если вы увидели на ребенка все ниже 12 лет, он динозавры подбирается, лучше нас с вами вместе взяли. И дальше наступает самая узкая оборота области знаний. Дайте мне обратить специалистику по динозавры. Нет, по динозавры при динозавры. Нет, про динозавры, раз в многое. у нас в области динозавры. По-моему, человек пять. Мало. В Москве как? В Москве, по-моему, в Москве по-моему, в Москве по-моему, не одного, два в Питере, один в области, но где-то еще, спорный палеотолог. Ну? Спорный палеотолог. Не знаю. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Ученые, как антибиотологи, да, знания об динозавры, абсолютно не предположены. Вот, динозавры, динозавры, можно использовать, а когда нет, еще что-то делать. Они динозавры, бесполезные, и, главное, ничем не отличаются, как сейчас, два врача. Ну, так же бывает, как раз, все время. Так, с одного, с одного, с одного, с одного, с одного, Супер. Десятки, сотни, я говорю, я говорю, я говорю, это очень мало, но из двух семей, если детское сознание в почве динозавры, оно живое почве не просто так, оно для чего-то и нужно. Ну, ну, бывает детское сознание походить без консилов. Ну, я так скажу, что детское сознание, оно еще хочет вместить, или трансформеров, ну, и это, чтобы Джон Сноуз стал королем в зелено. Во-первых, во-вторых, 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 во всех, в том, что это не то, что бесполезное, но, что это вообще не существующее, ни в каком-либо конструкции, это более попрятное, чем салука и не тронзает в росте. Ну, а то, что фундаминальная наука, она, на самом деле, занимает какое-то промежуточное положение между художественной литературой и преподавленной наукой. То есть, история про динозавров, она где-то посередине между историей между таблеткой и историей про динозавров. А на самом деле, если вы достигли контакта, на самом деле, это мысль, в прошлом году, предстоит, что вам, как-то бесполезно, что вам нужно разлагаться. Ну, нет. Ну, что вы достигли такого уровня, ну, так сказать, развития. Есть такая теория, что вот все это, ну, вам нужна, пока противостояние сопрдержан. То есть, все вкладывались в ракет. А, это оружие. Да. То, как противостояние сопряжалось, то, все руки стоят сразу ближе. Подожди, а фактически для этого, когда была наука, то есть, Убек точно не участвовал в противостоянии США с Российского Союза. Ну, в строительной обсерватории. Там, да, про Петра не было, что Алексей Михайлович с дископом не купил, явно не противостояние с Америкой. Значит, о чем царем будет с дископом? Ну, да, тогда можно найти когда-то с первого планета, Итак, я хотел бы видеть, дископы вроде души, это было нечто похожее на систему наблюдения за космосом. Но, вибрация не такая предлагаемая против. Да, да, это же может быть полететь. И, ну, тут еще не было, что вам об обменяяя. Сейчас, то есть, это было в Бретаре. Да, это было в Бретаре. А, это было в Бретаре. А, это было в Бретаре. Вы читали список зрителей? Ну, я прочитал, что там 200 тел, из них 250, связаны только с одной задачей. Как лучше человек передать в космос? То есть, мы вызываем космос космонавтов, строим манганец, чтобы лучше понимать психологию, физиологию, физику космонавтов. Задач, работающих на какие-то земные или на фундаментальные научные задачи, то есть, там несколько процентов всего. Выбирается, тут разводы, и количество процентов по качеству. Ну, 10, 10, 5, значит, все, 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 все. Кто-то из культурного это, кто в переседении, кто еще кто-то, сказал, написал, что, вот сейчас просто гораздо дешевле, чем продать человека на углу или пас. Надо дешевле делать, как видите, в игру на эту тему, то есть, там еще с чужим, то есть, там многочищаем, и, собственно говоря, в этом полете он образовал нормальный репетик. Ну, для сознания человека ведет самоощущение, и не нужно, чтобы нам народ болтался в края, болтался. И не нужно, чтобы была в колонии на Луне. Откуда эгоризм везут, что эгоризм не сильно лучше, там, щебенки, которые на дороге лежат, и вряд ли его везут на землю. И там какие-то дейтерии, там, небольшое количество тоже нам проще действовать, нам важно, чтобы ему не было алкологии. Ну, как? Это, собственно, сущное человеческое обучение. Большую часть времени не создаем физиологически нужные вещи. любит давать себе студентам. Вы не охотитесь на маслах, не строите дороги. При этом, любви от вашего находа, вещества, тратится тоже не в виду. Вам нужно приставить выше. Вы приедете путешествовать зачем? Безбешенные деньги, чтобы поехать на ощущения. Это ощущение, это ощущение нет. Мы выкушаем, и для того, чтобы у нас что-то говорилось желудки, а для того, чтобы побороть ощущение голода, то все так или иначе скапывается к ощущениям. Если у человека есть потребность к ощущениям знания, начинается в том, что есть ощущение комфорта и не комфорта скапывается в итоге состояние блага и неблага. благо личного восприятия это все ощущение. Ты ощущаешь, что тебе это благо или не ощущаешь, что тебе это благо. Если я говорю, что голод мне не нравится сам по себе, я делаю все, что ты не ощущаешь. Голод. Поэтому то же самое и здесь происходит ситуация с многими такими вещами. Если мне очень... я ощущаю... причем не из-за того, если бы я не знал, что я другую виду существует, я просто не видел путешествия. Как собственно раньше и было, на протяжении энергетических Но если я знаю, что есть это легкая возможность, но я ее не реализую, ощущение нереализованной возможности, то что называется комфорт? Поэтому мы едем. Получить знания, увидеть зрение, восхититься, получить радость, и и и безусловно. Он с вами согласен, даже себе должен. Смотрите, если мы возьмем наш файл, как представитель оцениваем уровень жизни, и возьмем нашу ежедневную виду, и попытаемся, если другие калории, жиры, там, что мы употребляли, минимизировать затрат. Он будет раз в 10 дешевле. Но мы идем в кафе. Зачем это? Ощущения. Ощущения, осознание, атмосфера, понимание, как я могу, эстетические удовольствия. В принципе, можно употребляться доширал, кефиром, хлебом, ягодом. И ягодом, ягодом. Но мы хотим пудинг, конфет, чумни, конфеты, Бельмед, да. Бельмед, ягод, как это способен. Но мы не бельмед, ягодом, шоколадки. Это вопрос. А можно в этой дискуссии, мне кажется, необычным понятием, с чем твой пошел? А вот можно узнать, что Вы по обрадованию какой-то картичной информации как Вы пришли, что получила заниматься мощной журналисткой и как Вы все на наши рынки видят на мощной журналисткой и напоминение зарубежной информации. Спасибо за хороший вопрос. По образованию у меня партнер очень даже не странно, я сейчас это узнал. У меня специалист называл научно-техническая информация. научно-техническая информация по профилю работа. Пришел через научную журналистику я работал журналистом самых разных властях. Но научная журналистка это интереснее. Это гораздо больше наполненной жизнью. Это гораздо более интереснее потому что я сочувствую моим коллегам журналистам, кто пишет поскольку триминалов. У меня собеседники академики, любые собеседники либо оборудники, либо заследователи. Ну и спортсмены, которые могут хорошо производить. В общем научно-техническая интересная мы собрали какую-то другую журналистику можно продавать. Такой вызов не в стране, поэтому единственное было бы ее поддерживать. С медиа по науке все не очень хорошо. У нас есть какое-то количество более-менее мягких пляжных садинок постнаука сейчас элементы получили чтобы еще жить. Допустим, очень качественно, очень хороший совет. Печатные СМИ на все совсем странно. Выходят пункты науку и жизнь в том же формате как 60 лет. Выходят журналы в виде науке в настоящей двух частей интересные статьи переведены в заходе журнала и довольно-менее статьи наших авторов. Сейчас наверняка пришел в Казахстанский журнал «Ойла» от Гранда Бумы. Такой хирургий научпоп для подростков, для школьников. Вот в России такой казахи не смогли. Я не знаю в каком доказательстве у нас гражданцев. Почему я не смогли делать популярные журналы? Ну, не можем. На самом деле я не знаю как будет интернет, но меня недавно проразила статистика тиражей, печатных популярных журналов. С лицом миллион восемьсот только на в США. Популяр сайт миллион двести. Был вот я уже не помню 600 тысяч печатных мы не считаем сайт, соцсети, подкасты, YouTube и все остальное. И я верю, что Россия встанет с колен на самое отбросит японское, американское и так далее пакостанское иго и будет иметь свой это какой-то мощный мощный приятный ресурс. Ну, до пока не станет финансироваться. Ну, а ну, есть места, где она финансируется более чем хорошо. То есть, есть места, где там продплата будет за 250 тысяч. Мало. Ну, они по крайней есть. То есть, есть большие научные проекты, их тоже мало. То есть, там делают, собираются хорошее хорошее построить. Бешеные деньги за миллиард каждый совсем и прочее. Вроде бы есть такие деньги. Ну, как бы, масштабы денег на диправилизацию незапоставимы с масштабами денег на коллайки. Вопрос, скорее, другому. Вопрос, скорее, что тот, кто умеет продавать свой продукт. Я считаю, что проблемы нашего журнала это не Путин плохой, это мы приговорить умеем. Потому что если массовая продукция, он должен платить на самом деле не правительство, а потребитель. По-хорошему. И я считаю, что вообще журналисты должны жить в идеальном деле. Женство, они должны наладить свой продукт. В киосах в киосах в киосах нужно платить свои законы 150 рублей или 150 рублей доходить в техниках оплаты. Пока не получается. Но это может получиться. Да. Какие люди закрывают с неуклик а точном веке? Ну, смотрите, я знаю, почему я не думаю все так. Ну, мне кажется, научная журналистка получили любой другой форекс. стихи. Молее я не могу рассказать из нашего банка, что вы, в общем, страны люди. Почему вы хотите идти в эту область? А обычная станция какая? Собирается полный замок. Значит, кто хочет быть политическим организмом? Я. Кто хочет быть неудачно выясняет, что случайно пошла от биофака тригруппы аудитории? На самом деле она прочая. Один аргумент изъясняет простоты научной фурналистики. Со времен античности большая часть науки изъясняется словами. Ну, не хотя бы какими-то формулами, цифрами. Легче перевести слова в других словах, чем, например, малежные слова. Мне кажется, культура межурналистика это что-то юрисическое. Как девочки на сцене в пластике показывает эмоцию, а я должен по-моему передать. Это очень сложно. В нем больше сюжета. Я очень сочувствую спортивным журналистам, особенно футболе, набор вариантов. Один ноль, 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 не укладывается. И надо написать как раз мою заголовку. Я не уважаю партийного журналистов, но получение таких сюжетов. С политикой тоже понятно, но свободен страны, не могу понять каждый день каждому журналисту. вроде бы не свободны, но при этом всех этих будет, в том числе медиа. Вроде бы идти будет, вроде бы медиа, но тут непонятно. А ручно, когда провоцируют какую-то агрессию, еще не было случая, что динозавра подали вслухи научного журналиста, или там с нейтронной звезды приехали, люди идти в моду. Пока это не было процедентов. трудности. Можно я подумаю? Одна трудность, наверное, главная трудность, это отсутствие работы школы научной журналисты. Потому что, допустим, политическая журналистка все-таки не прерывается во всех группах. От стимических комплектов до длинной аналитики а научных журналистов очень часто лежит в рамках ученых установления. Количество форм и жанров научных журналистов гораздо меньше, чем все другие. Это факт. И наша миссия это придумывать новые формы выражения. Мы, например, сейчас делали номер по химии, и можно было, конечно, сказать, какие химические открытия совершили российские ученые, это будет скучно. Мы попросили химиков искать личную историю, чтобы не выбрали один элемент из таблицы, и рассказали, почему они вырезают. Это была история праведства, история про эстетику, история про открытие. Это была срабатывая человеческая история. Мы придумываем такие формы срабатывания. Есть еще вопросы, и я ему помню. Давайте напомним. Большое вам спасибо.